Всем привет! Сегодня у нас уже 12 октября. Я хотела бы записать свой процесс. Это будет первое видео. В данный момент у меня на крючке вяжется лис. Вот такой вот у меня уже процесс. Связала также я передние лапки, верхние лапки. Получается нижние. Ушки. Голову уже связала. Морточку. Это тоже от морточки сверху. Ну, от носика. И носик сам. Такой у меня маленький процесс. Использую я накопорежь белого, точнее даже молочного цвета. Цвет 2098. Также я использую цвет коричневый. Так, я использую коричневый цвет Cotton Gold. Так, получается цвет 690. И накопорежь рыжего цвета. Так, 10.43. Так, извиняюсь за свои ногти. Я, походу, нескоро пойду на маникюр. Вот, так что буду вам мелькать своими ногтями тут. В прошлом видео я не сказала о том, что оставлю ссылки на девочек, кто участвует в марафоне. Я участвую в марафоне 101 Cotton Toys, автором которого, организатором которого является Алена Зелендинова. И также я участвую в осенней буме Мигуруме. На этой неделе это будет последняя неделя в этом марафоне в осеннем буме Мигуруме. Организатором которого является Мила с канала Милочка Хэндмейд. Хотела бы сказать, что все ссылки на 101 Cotton Toys я оставлю под видео. Переходите к девочкам, смотрите тоже. Очень интересные игрушки, очень интересные идеи. Прям вот столько идей, что прям взрыв мозга. Вот, и хочется, чтобы вы тоже это видели, потому что девочки реально стараются и такую красоту вяжут. Многие уже там столько навязали. Это я такая растягиваю одну игрушку на неделю. Вот, но, тем не менее, по мере своей возможности стараюсь как-то это сделать. Вот, у меня игрушка будет на каркасном креплении. Я, у меня закончился пластырь, обычно я использую пластырь, но решила попробовать скотч. А потало прям плотненько, чтобы мало ли. Вот, и вроде бы хорошо. Посмотрим, как это будет смотреться. Также, что хотела рассказать. Я очень надеюсь, что я сегодня-завтра довяжу рис этого. И, что хотела, мне осталось связать тело туловища и осталось хвостом еще связать. Ну и там все это пришить, все утяжки сделать. И также еще связать шарфик. Вот. Планирую еще что-нибудь повязать, если получится что-то маленькое. Чтобы не только лис был готов. Вот. Так что, увидимся скоро. Очередное мое подключение. Сейчас я хочу вам показать, над чем я работаю. Вот, это хвост. Я его довязала. Правда, он должен был закончиться на вот этой части. Но мне как-то показалось, что он будет просто как обрубок такой. И будет колом стоять. А по мастер-классу показано, что там, ну, сказано, что внутри должен быть еще каркас. То есть, туловище я связала уже. И каркас, я даже, у меня сейчас в голове, я думала, как его закрепить так. И обычно, если, ну, если идет в хвосте каркас, я его закрепляю внутри в туловище. Чтобы он был прикреплен. А тут сказано, что, типа, сделайте каркас и просто пришейте. Ну, как-то так. Но я подумаю. Я уже туловище набила. Не хотелось бы его сейчас вытаскивать. Все. Пока что думаю, как сделать. Вот. Это мое продвижение. Осталось собрать эту игрушку. И связать, связать шарф. Шарф и все, что там нарисовано. Ну, грибочки. Так. Грибочки и цветочки. Так, я подключилась в машине. Так что, вот такой у меня фон. Вот. И также я планирую повязать... Смотрите. Мне написала Надежда. Она попросила протестировать ее новый мастер-класс по куколке Уэнстей. А ее можно связать из полухлопка. И также ее можно связать из плюша. Вот. Так как я сейчас не... Ну, не планирую вязать из полухлопка... А, из-за плюша. Я буду вязать ее из хлопка. Из полухлопка. Это будет у меня... Янар джинс. Сейчас покажу цветом 87. Вот. Это для туловища. Также я планирую вязать... Хочу попробовать из молочного. Тоже это Янар джинс, но у меня нет бумажки тут. Видать, она где-то затерялась. Тоже. И также черный цвет. Как всегда, он весь в ворсинках. Во всем, что можно. Ну, мне кажется, это у всех так. И так что... Вот. Это в основном синтепон. Ну, от синтепона волосинки. Так. И вот черный цвет. Это у меня единственный черный цвет, который я нашла из пряжи. Вот. Янар джинс. Да. Сегодня у нас 13 октября. Вроде так. Да. 13 октября. А, пятница 13 сегодня у нас. Вот. Вот. И буду вязать венстейм. Там можно ее связать в трех нарядах. В школьном наряде, в платье бальном. И еще в черном каком-то наряде. Надо посмотреть. Я быстро-быстро посмотрела на камни. Буквально. Вот только что Надя выслала мастер-класс. И я прям вот думаю, надо начать. Вот сейчас начну. Поэтому если бы я не... Ну, я думаю, надо подключиться сейчас. Потому что сейчас в порыве начну. И потом забуду вообще. Вот. Так что запишу это вот. Галочку для себя поставлю. Что я вот это записала. Начало процесса. Вот. Все. Увидимся позже. Очередное мое подключение. Хочу вам показать процессы. Так. Сегодня у нас уже 15 октября. Вот такие у меня головушки. Вяжутся. Такая маленькая расчлененка. Ножки. А, это кудри. 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 Немножки. Смотрите, какие маленькие ножчики. Такие маленькие милашечки. Это я тестирую мастер-класс Надежды Жислины. Это будут куколки... Будут куколки Уэнстей. Вот у них такие ножки маленькие. В этот раз я делаю из полухлопка. Так как у нас марафон из полухлопка подлится. Вот. Планирую завтра сделать днем запись. И показать вам их готовыми. А также у нее должен выйти мастер-класс завтра. Конедельник. 16-го числа. Вот. Такие малышки. Такие классные. Очень-очень классные. Они будут в трех разных нарядах. В вальном платье. В школьном костюме. И будет еще... Так. Бальный, школьный. И еще один. Что было? Что было скоро? Ну, я вам покажу. Они будут у вас... Ну, когда готовы будут, я вам их покажу. Вот. Сегодня у нас 15 октября. Сегодня у нас с мужем годовщина. Десять лет, как мы женаты. Вот. Как мы обречены, как говорит мой муж. Вот. Ну, это в шутку, конечно, обручены. Вот. Так что у нас такой мини-юбилей. Вот. Ну, все. Увидимся в следующем видео. До свидания. Итак, сегодня у нас уже 16 октября. И я бы хотела записать вам мое заключительное видео на этой неделе. И показать свои работы, что я связала. Хотелось бы начать с того, что у нас закончился осенний бум амигуруми. И в осеннем бум амигуруми, так как и в 101 Cotton Toys... Так, что-то у меня как-то так лежит. Также в 101 Cotton Toys я вязала одну игрушку. Вот. Осенний бум амигуруми у нас заканчивается. Все девочки уже скинули свои фотографии. Я тоже скинула. Но видела, записывала сегодня, так как вчера не успела записать. Прервалась. Ко мне ворвалась Ириска. И мне пришлось ее уговаривать уйти. Давайте я вам покажу, что я связала на этой неделе. Так, на этой неделе у меня связался вот такой замечательный лис. Он связан весь из знака Париж. Рыжий и также вот этот вот белый. Он даже не белый, он молочный. Ну и что еще? Этот у меня Alize Cotton Gold. Коричневый цвет. Зеленый у меня Янард Джинс. Ну и тут тоже Янард Джинс. В разобранной нити. Потому что полностью Янард Джинса из нити в четырех. Из четырех ниток было бы толще и больше грибочек, например. И я решила разделить на две ниточки. И вот у меня так получилось. Вот такой замечательный лис. Вязался он всю неделю. Тяжело. Но оно того стоит. Я прям... Я даже долго думала, начесывать его или нет. Я могу даже поставить фотографию, как он выглядит неначесанным. Я, наверное, и вставлю. Но решила, что нет. Нужно начесать. Также посоветовала с мужем, посоветовала с девочками в группе у Милы. И они говорят, начесывай. Ну и начесала. Он связан весь на каркасе. В нем, точнее, вставлен каркас. То есть он может стоять, если его сбалансировать. В хвосте тоже каркас. Так, стоять. Ну, в общем, я его ставил. Он у меня стоит. Вот. Вот такой малыш у меня. Слушайте, девочки, я... Честно, я когда вязала, он очень тяжело вяжется. Вот прям очень-очень. Но когда я его связала, я прям... И начесала. Ну, такой милаш. Я прям радовалась, как ребенок сама. Вот эти усища такие. Ну, не усища эти. Ой, пошатала вас. У меня телефон на зарядке стоит. И тут вот, иногда вот, появляется провод. Вот. Такой малыш. Положу его в кадре, пусть лежит в кадре. Правда, он сейчас... Я ему сделаю хвост так, чтобы он не мешал. И пусть вот так лежит. Ближе. Ближе. Ну, как тебе положить-то? Вот. Мм. Вот. Положила. Так. И также... Кстати, в сантиметрах он у меня... Я достала линейку уже. Да. Достала линейку. Так. А в сантиметрах он у меня, ну, он больше 20 сантиметров. Так, давайте вот так вот. Видите? Вот этот ножик, грубо говоря, ну, сантиметров 30. Я думаю, ушки тоже считается. Вот. Эта... Эта игрушка идет у меня в зачет. 101 Cotton Toys. И также идет у меня... Так. И также идет у меня в осенне Бумами Гуруми. У меня тут еще тень отдает, потому что я ночью... Сейчас у меня уже вечер. И я не успела записать видео вчера. И... Собственно, почему? Хочу вам сейчас показать. В предыдущих видеокусочках, которых я записывала, я говорила, что я тестирую сейчас игрушку. И тестирую игрушку не одну, а целых три. Ну, это одна игрушка, но у нее три образа. Вот. Ее можно связать из полухлопка и также из плюшевой пряжи. Вяжется она легко, быстро. Ну, из полухлопка не быстро для меня, потому что я не так часто вяжу. Но я уверена, что из плюши быстро, потому что я вязала уже по этим мастер-классам. И игрушки реально получаются обалденные просто. Давайте я вам покажу, что я вязала. Это первое. Это куколка Вэнсдей по мастер-классу Надежды. Надежды Жислина из канала Жилка Тойс. Либо ВКонтакте игрушки Нижний Новгород. Слушайте, она очень, мне очень понравилась. В принципе, все как всегда легко, но для меня был целый квест. Это то, что из полухлопка. А так, вот я буквально сейчас закончила именно пришивать вот эти мелкие бантики нужно было пришить и связать один маленький аксессуар. Вот. Это первая куколка. Она маленькая. Ну, как она маленькая? Сейчас вам скажу. Ножик. Она даже и не 9 сантиметров. Ну, в общем, она пойдет в брелочек, я так думаю. Вот. Она 8 сантиметров. Но она такая крошечка. Посмотрите, такую милую девочку. Если честно, я очень хочу, хотела давно связать венздей. Но что-то мне там то одно, то другое, то пятое, то десятое, не знаю, вот что-то вот. И как-то я потом перегорела, и когда мне Надя написала, говорит, давай-ка, въезжу венздей. И я такая, все, давай. И, в общем, я сколько? С пятницы? Вот, с пятницы, субботу, восксиене. Да, за три дня я связала, грубо говоря, даже не с пятницы. Я начала там по мелочи что-то в пятницу вязать, и уже вот вчера дособрала. Это первая куколка. Так положу, пусть лежит. Вторая куколка. Так, это куколка в школьной форме получается. Вторая куколка. Посмотрите, ну какая милашка, милапка. У нее также есть бровки, кстати говоря, ничего не забыли. Вот. Все, все абсолютно ввязанное, кроме... Так, вот эта косичка я пришивала, именно тут вот зацепляла с двух сторон. ушки пришила, все остальное вывязанное. Вот абсолютно все. Здесь также я пришила только бантик, ушки, и все. Все остальное вывязано. Косы вывязываются. И это куколка, это Венста в бальном платье. Так, бальное, кажется, да, называется. Сейчас я вам скажу. Мэй, мэй. в черном. Да, простите, шуршу тут. Так, это куколка в бальном платье. Тоже все ввязанное, все вот. А, кстати, головы пришиваются. Самое такое забыла. Головы пришиваются. Вся, лежит вот тут. Ну и гость нашей программы. Я уже не стала снимать аксессуар. покажу вам так. Вот такая. Сустя, такие, ну они такие, вот смотрите, ну вот прям крошечки, крошечки. И, конечно же, вещь. Я планировала повязать на всех куколок, ну, ко всем куколкам, но думаю, повяжу уже на днях, довяжу их. в принципе, это отдельно как аксессуар и, как всегда, синтепон. Вот. Вещь вяжется, отвечая, вот прям отвечая, пять минут. Вот. Пять минут и очень быстро. Ну и плюс еще вот эти вот там две-три минутки, чтобы вышить вот эти вот шовчики. Вещь снимается, у нее тут, видите, на ниточку прикрепляется. можно снять. И вот в черном платье, считай. Нужно еще тут было белые крапинки сделать, но я забыла. Надя, прости, я забыла. А, и вот тут пришивается именно на этом экземпляре куколки пришиваются волосики вот тут. Ну, видите, мне очень даже нравится. Так, пошатала я вас. Мне очень даже нравится. Такие, такие милашки. Так, это, в принципе, весь мой улов за всю эту неделю, грубо говоря. Но я считаю, что это очень хорошая работа. Для меня это прям для человека, который вяжет очень редко из полухлопка, из фактурной пряжи, из вообще какой-либо тонкой пряжи, для меня это прям вау. И я хочу вот с вами поделиться своей работой. Также хотела вам рассказать, я, наверное, нет, я, наверное, вам расскажу это в следующем видео. Мне задавали вопросики уже под видео предыдущим. Хотела вам сказать спасибо за то, что задаете вопросы. Я их переписываю к себе и думаю уже в следующем видео я на них отвечу. Также хочу сказать спасибо, кто смотрит мои видео. Мне очень приятно, мне очень приятно, что вы ставите лайки, что комментируете, что вопросы задаете. Мне очень приятно и мотивирует реально повязать побольше. Вот, что еще хотела сказать. Под видео я оставлю все ссылки на девочек. Девочки, переходите, и только девочки, мальчики, переходите, смотрите. Очень много интересных игрушек вяжут. У меня прям хочется тоже кинуться и то, и то, связать. Но, к сожалению, руки у меня две. И в сутках не 48 часов, а всего лишь 24. Вот. Что хотела. На следующей неделе. На следующей неделе я планирую повязать одного маленького оленя. У меня заказ на одного маленького оленя. Да и вообще нужно вязать уже начать опять к Новому году оленят из плюша. У меня заказали оленя из плюша и мне нужно сегодня, завтра, завтра уже вообще надо его написать, что он готов. А он пока не готов. Вот. Возможно, я сегодня его начну вязать. Пока не знаю, что я планирую повязать на следующей неделе. Но посмотрим. Вязать из полухлопка или фактурный пряжа на следующей неделе. Пока планирую. Пока планирую. Так. Ну что, это будет мое заключительное видео. Хочу попросить прощения за такой темный кадр. Ну, он не темный, но тени за счет того, что у меня лампа светит. и вот от рук тени, конечно, дают о себе знать. Вот. Но, я думаю, ничего страшного. И от этого игрушки не портятся. Всем спасибо за просмотр. Хочу пожелать, чтобы у вас вязались все игрушки легко. Чтобы было больше времени на повязать. просто хорошего настроения. Ведь от настроения зависят наши работы. Всем хорошего дня или вечера. Хорошего времени суток. Всем пока.